В первый день ноября Владимир Путин посещал страну, победившей Исламской революцией. Иран. Он приехал на трёхстороннюю встречу с главами Исламской республики и Азербайджана. Поговорить им было о чём. Это и ядерная программа, и новый транспортный коридор, и атомные проекты, и, конечно, Каспий. И борьба с терроризмом. Как между странами сокращается дистанция, воочию увидел наш корреспондент Максим Драгнев. Так звучат деньги в Тегеране. Полуслепой Хабиб с утра на ногах, его гармошкой на любой вкус и цвет. Главные клиенты, туристы и дети. Хабибы знают все вокруг, а иранский базар во всём мире. Почти весь ассортимент российского импорта из Ирана здесь, на крупнейшем базаре Тегерана. Писташки, арахис, изюм, виноград. Чуть дальше ковры. Кстати, на ценники можно и не смотреть. Иранцы любят торговаться. Если сказать, что отдаёте последние деньги, пускай гораздо меньшую сумму, могут согласиться. Для них это символ удачи. Базар всё-таки. Для кого-то ковры кичи с прошлого. Но Насар Азими не верит, что эта красота может наскучить. Сеть его магазинов тому доказательство. А ковры как вино. После 20, 50, 100 лет они становятся только лучше, ярче. Цена вырастет. Даже пазырыхский ковёр в Эрмитаже был из Персии. Шёлковый ковёр рядом с Насаром стоит чуть меньше 100 тысяч долларов. Скоро уедет в Россию. Ну и как после такого отказать Ирану? Москва в долгу не осталась. А основные товары российского экспорта в Иран – подсолнечное масло, кукуруза, ячмень, грузовые вагоны. Есть даже сладости. Вот, например, вафли. Прямиком из Чувашии. Вот такие двусторонние отношения на деле. Сделать их крепче и прилетел Владимир Путин. Тегеран традиционно тепло встречает гостей. Даже осенью. Иранцы всё время куда-то спешат, даже в день прилёта иностранных лидеров. Поток такой же плотный. Тут никто не пользуется поворотниками, а пешеходы – лишь препятствие на дорогах. Но аварий немного. Каким-то чудом иранцы умудряются понимать чужие манёвры. Кортежу Владимира Путина пробки нипочём. Пусть и тегеранские во дворец. Садабат он прибыл вовремя. Там его ждал Хасан Рухани и толпа желающих. Все хотели только одного – пообщаться. Россия, Иран, Азербайджан встречаются уже во второй раз. Три страны вместе строят коридор север-юг. Он свяжет Индию с Россией и Европой. Как раз через Иран с Азербайджаном. Пока все грузы идут по морю около 40 дней. По новому коридору не больше двух недель. И, конечно, нефть. Много нефти. Россия с Ираном – главные мировые добытчики углеводородов. Азербайджан во втором десятке. Но не только это объединяет. Перед трёхсторонней встречей Путин и Алиев сверили часы. Это полноценное отношение друзей, соседей, близких партнёров. Сотрудничество основано на глубоких исторических корнях. И на взаимных интересах, и на взаимной поддержке, которую и страны оказывают на международной. Путин отдельно встретился и с верховным руководителем Ирана. А это Алой Али Хамени. Он важная фигура в стране. Духовный лидер. По-прежнему заверил – не выйдет из ядерной сделки. Только мирный атом. Страны и тут дружат. Москва помогает Тегерану. По графику идёт строительство АЭС «Бушер». На юге Ирана работают над энергоблоком номер 2. Участвует Росатом. Вдали от камеры обсудили ядерные планы Тегерана и как делить месторождение на Каспии. А Владимир Путин вспомнил о людях. Хочу поблагодарить руководство Ирана за приглашение жителей Тегерана, за терпение, которого они набрались в ходе наших передвижений по городу. Мы видели, как это непросто. Но надеюсь, что наша работа сегодня не прошла даром. Три президента за одним столом не просто так. Сегодня в одиночку ничего не решить. Нам удаётся согласовывать позиции по сирийской проблематике. Благодаря нашим совместным усилиям, а также усилиям Турции, как вы знаете, позитивно очень развивается ситуация на самой территории в борьбе с терроризмом. И переговорный процесс, который проходит в Астане, и очередной раунд которого только что завершился и завершился положительно. Хасан Рухани без устали называл Россию другом и отмечал успехи друга на Ближнем Востоке. Развитие трёхстороннего сотрудничества в формате «Россия-Иран-Турция» свидетельствует о том, что в Сирии идёт процесс к возвращению мира и стабильности. В итоге никакого соперничества, только координация. Работают принципы базара. Надо уметь и любить торговаться. Тогда всем будет хорошо. Максим Драгнев, Ильнур Томиндаров, Дмитрий Мелехов. Вместе из Ирана. Об астанинском процессе в Иране вспоминали не просто так. В начале этой недели в столице Казахстана действительно завершился уже седьмой тур переговоров об урегулировании ситуации в Сирии. Встреча проходила два дня. Завершилась во вторник ближе к полуночи. Главный вывод в Арабской республике снизился таки уровень насилия. И всё благодаря усилиям стран-посредников. Это Россия, Иран, Турция. Именно в Астане представители Дамаска и вооружённой сирийской оппозиции смогли договориться о создании зон деэскалации. Их, напомню, четыре. Но ещё очень много остаётся нерешённых вопросов. В частности, обмен пленными, освобождение заложников, передача тел погибших. Следующий раунд астанинского процесса намечен на вторую половину декабря. Да, переговоры нельзя назвать простыми, но все понимают, что они необходимы. Хочу отметить, что были моменты, когда президент Назарбаев брал на себя даже определённую ответственность для того, чтобы удержать за столом переговоров все конфликтующие и договаривающиеся стороны. И это очень позитивно, мы за это очень благодарны. Продолжение следует...